Всем привет! Чаще всего мы знаем, что в русской кухне есть гуляш, который делается из говядины. Я предлагаю сегодня сделать его из баранины, потому что, на мой взгляд, гуляш из баранины не менее вкусный, чем из говядины. У меня здесь есть мякоть лопатки. Я на рынке купил, порезал ее вот такими небольшими кусочками. Для того, чтобы у нас процесс был более ускоренным, чтобы мы быстрее смогли приготовить мясо. Лопатка гораздо мягче получается, чем задняя нога, потому что в ней много жилок. Лопатки много жилок, и поэтому она разваривается, получается очень мягенькая. Когда на рынке я попросил снять мясо с кости, я получил от лопатки вот, значит, две трубчатые кости. У барана очень много трубчатых костей. И вот эта лопаточная. Лопаточная, знаете что? Она вот такая с дыркой здесь. Причем они обязательно, когда снимают мясо, пробивают дырку. Не знаю для чего, но это необычное явление какое-то. Значит, по поводу трубчатых костей. Вы смотрите, многие дома берут целиком лопатку или заднюю ногу, потом пытаются там разрубить ее ножом, портят нож, топором это все, крошки летят в разные стороны. Есть очень простой способ. Берем обратной стороной ножа, держим за один край и начинаем вот так ударять, поворачивая. И видите, буквально несколько ударов, и у нас кость трубчатая лопается. Не нужно никаких трудозатрат для того, чтобы взять и вот так ее сломать. Это очень удобный способ. Для чего я это сделал? У меня здесь вода. Все отходы от очистки, всякие пленки, кости, все, скидываем в воду. Варим бульон. Лопаточную косточку тоже сюда. Нет, пока не лопнуло еще. Давай, шайтан машина. О, вот эта косточка тоже лопнула. Ну, чуть больше нужно было потрудиться. Все, бульон нам надо немного, просто только поскольку варим, чтобы нам не водой заливать, потом гуляш было, а бульоном. Значит, сюда мы кусок лука отправляем. Обязательно половинку лаврушки сюда. И соль. Кто хочет, можно добавить немножко черного перца. Все, варим бульон. Дальше. Мякоть, лопатки обязательно солим. Добавляем смесь итальянских трав. Чуточку черного перца. Теперь сюда добавляем муку. Мука может быть любая. Кукурузная, пшеничная. Ну, та, у которой есть клейковина. Значит, мукой все это пересыпаем. И обязательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек обвалялся в муке. Во-первых, мука абсорбирует каждый кусок. Заберет лишнюю влагу. Во-вторых, потом она завяжет наш соус. То есть превратит гуляш в гуляш, а не просто в воду и в баранину. Маленький сотейник. Сюда мы наливаем масло. Врубаю, провожу слайдером до девяточки. Теперь мне нужен зубчик чеснока. Я его раздавлю и отправляю в масло, чтобы ароматизировать его. Как только чеснок зашкварчал, он, соответственно, уже начал жариться. Чтобы он не сгорел ни в коем случае, мы отправляем мясо. Все это делаем на высокой температуре. Конечно, сотейник лучше взять побольше. У меня не было. Тот, который побольше, в нем варится бульон. Значит, мы выложили мясо. И пока его не мешаем, не трогаем. Оно должно прижариться снизу. Пока мясо жарится, я режу овощи. Мы будем гуляш подавать с запеченными овощами. Лук. Значит, болгарский перец. Все режем крупными кусками. Вырезаем плодоножку. Баранина прижарилась. То есть, мука еще и собирает соки, которые выделяет баранина, не давая им испариться. И компилирует их внизу. Нужно следить, чтобы на дно ничего не пригорало. Оно будет приставать. Это называется прижарок. Он создаст нам вкус. Тот самый, который нам нужен. Дальше. Перец у нас. Все это крупными кусочками. Помидор мы режем просто всего лишь вот так вот пополам. Можно отрезать попку, чтобы он у нас держался ровно. А чеснок просто раздавим. Как только мука и сок от баранины прилипли ко дну и вот таким образом образовали такой коричневый прижарок, пора вливать бульон. Берем бульончик и вливаем для того, чтобы все со дна отошло. Это очень важно. И ложкой как бы снимаем все, что у нас прилипло ко дну. Вот так вот нажимая. Во, чтобы все это, весь этот вкус ушел в гуляш. И ничего там снизу не подгорало у нас дальше. И пробуем на соль. По соли все достаточно. Болгарский перец и лук отправляем в тазик. Чеснок целиком. Добавляю вешенки. Я с ними ничего не делал, только отрезал корешки. Все это обязательно солю, сбрызгиваю растительным маслом. И вот тут у меня есть немного сушеного тимьяна. Я чуть-чуть все перемешиваем, чтобы соль, масло, все это пропиталось, прилипло. Помидорки я ставлю вот сюда. Высыпаю к нему овощи. Помидоры обязательно солим. И по щепоточке сахара. Чуть-чуть на помидорки. Теперь противень следует отправить в духовку. У Медеи в духовке есть вот такие телескопические направляющие, которые облегчают нам приготовление пищи. Ставим противень. И отправляем овощи. Температуру ставим 200 градусов. 15 минут. Класс, овощи готовы. Вот смотрите, 200 градусов, 15 минут, что происходит с овощами. Местами поджарились. Грибы, безусловно, конечно, впервее всех. Помидор у нас почти целый, но сверху немножко подпекся. Перчик тоже у нас. Чеснок не сгорел. Это очень важно. Мы берем лопатку и выкладываем чеснок, лук, перчик. Все сюда. Грибы на тарелку. Обязательно томат. Тут дальше смотрите, что вам больше нравится. Грибы. Я люблю грибочки. Но и не нужно забывать про чеснок. Потому что, когда цельные зубчики чеснока запекаются, они становятся сладкими, ароматными, вкусными. Гуляш готов. Главное выбрать маленького ягненка. То есть лопатка должна быть маленькая, тогда мясо будет нежное и очень быстро готовится. Буквально-таки 15 минут, чуть больше, около 20. И мясо у нас полностью стало мягким. Все, гуляшик выкладываем рядом. Вот сюда. Вместе с соусом обязательно. О! Мясо должно быть побольше, а соуса поменьше. Ну или как вы любите. И обязательно зеленый лучок. Только на мясо. Впервые мне сложно что-либо сказать. Такой аромат. И когда я приготовил это блюдо и пробовал его, я вам хочу сказать, что это бомбический вкус. Попробуйте его сделать. Я уверен, вы будете шокированы. Медея, почувствуй себя дома. Медея, почувствуй себя дома.